Здравствуйте! В эфире Лицкого телевидения информационная программа «События». С новостями региона вас знакомят наши корреспонденты и я, Павел Балейшис. В начале выпуска, как и всегда, анонс основных его тем. Средят за порядком и первыми приходят на помощь. 29 сентября профессиональный праздник отметили сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Чтобы осень была золотой, ко дню пожилых людей в Лиде прошел открытый региональный арт-фестиваль. Шаг к долголетию. Личане золотого возраста приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе. Президент Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального Собрания Натальей Качановой. Обсуждался комплекс различных тем. Одним из вопросов стал законотворческий процесс его особенностей за последний период за время работы Верхней Палаты Парламента нынешнего созыва, который вскоре завершится. Второй темой для разговора стала деятельность экспертного совета, который создан при Совете Республики для всестороннего рассмотрения проектов важнейших нормативных правовых актов и оценки последствий их принятия. Речь шла также и об экспертно-консультативном совете, который рассматривает актуальные аспекты развития законодательства и вырабатывает предложения по его дальнейшему совершенствованию. Обсуждалась на встрече также работа Совета Республики с местными советами депутатов. Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил теме работы с людьми. Наталья Ивановна, рассказывать мне о законотворческом процессе смысла нет. Я так хорошо знаю, но вот особенности какие-то, все-таки этот период заканчивается с ОЗО. Поэтому, может быть, какие-то недостатки, какие-то особенности, которые мы должны учесть в законотворчестве после выборов, в будущем. Второй вопрос нововведения у нас был экспертный совет. Там еще у вас и подсовет экспертно-консультативный, да? Да, да, есть и консультативный. Этот опыт, что тут у нас плохо? Не стал ли этот экспертный совет придатком какого-то чиновничного правительственного и другого? Мы договаривались о том, что это будет фильтр серьезный из экспертов по документам, которые вносятся на рассмотрение президента. Это очень важно, чтобы не разбалансировать систему. Поэтому я думал, что этот совет лишним не будет. И бюрократии там излишней тоже не должно быть. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы договаривались, в-третьих, о том, что Совет Республики возьмет под свой патронаж местные советы. Но это вообще зона вашей ответственности, кроме законотворчества. Потому что лучше, чем вы, Совет Республики эту работу не сделает. Как здесь обстоят дела? Что надо сделать в будущем? Очень горячая четвертая тема – это выборы. Я просил бы вас, прежде всего, администрацию президента, если нужно парламент, нижнюю палату, подключиться к проведению этих выборов. Тем более вы уполномочены по Минску. Минск всегда у нас отличался некой особенностью. Поэтому, как здесь обстоят дела, тем более мы давно договаривались с вами о том, что надо будет посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь. Карпенко надо помогать. Потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Основные, так сказать, на любительских началах. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем. Опыт у вас есть. Ну, по приему граждан я информировал. Я могу только поблагодарить всех сенаторов за то, что, ну, как никакая другая иная структура, вы серьезно отнеслись к этому вопросу. Люди это очень ценят. Люди хотят видеть власть. Люди хотят поговорить с представителями власти. И вы это неплохо делали. Вот такой ряд вопросов. Возможно, другие у вас будут какие-то. Давайте обсудим. Да. Спасибо, Александр Григорьевич. Совет Республики действительно самым серьезным образом работает по всем направлениям, которые были озвучены вами, да и по другим. Для нас очень важна, конечно, работа над законопроектами. За истекший период мы рассмотрели более 305 нормативно-правовых актов, законопроектов. За этот год более 100. И хочу сказать, что уже в соответствии с Конституцией, то, что мы договаривались, у нас практически 92% законы приведены в соответствии с обновленной Конституцией. Порядок, спокойствие и безопасность для них превыше всего. 29 сентября свой профессиональный праздник отметила патрульно-постовая служба «Лицо белорусской милиции». В любое время дня и ночи, независимо от погоды, эти сотрудники несут службу на улицах города, демонстрируя смелость, выдержку и готовность первым прийти на помощь. О специфике работы лицких патрулей расскажет Юлия Кевра. Когда город засыпает, безопасность на улицах обеспечивают сотрудники патрульки. Их негласно называют ушами и глазами милиции. Максим Комар – один из самых опытных. Еще с юных лет будущий офицер хотел связать жизнь с погонами. В правоохранительной системе он уже 10-й год начинал с простого милиционера. Сейчас у командира взвода около 20 подчиненных. Основные наши задачи всегда и было – это спокойный сон наших граждан, наших личан, да и вообще граждан страны в целом. Охрана общественного порядка, задержание правонарушителей, преступников, само собой. Мы, как несем службу в городе, на машинах и пешком, как только поступают сообщения, всегда направляют первых нас. И мы уже непосредственно пребываем первые и спасаем граждан, так сказать. Семейные скандалы всякого рода бывают. Спасаем жен от пьяных мужей, хулиганов. Их будни, непохожие между собой пьяные разборки, драки, грабежи и семейные конфликты, никогда не знаешь, чего ожидать. Происходит происшествие на улице или в помещении, первыми туда отправятся именно они, готовые абсолютно ко всему. Поэтому патрульно-постовая служба – важнейшая в деле обеспечения безопасности. Граждане обратились на линию 102, попросили помощи, так как в доме буянил пьяный скандалист. Это был белым днем, быстро приехали, зашли в квартиру, и мужчина в алкогольном опьянении, то есть он не реагировал и в руках держал нож, ну, демонстрировал также угрозу нам ножом. И благодаря только слаженным действиям моим, а также включая моих коллег, он был нами обезоружен и уже доставлен в РОВД, и там уже здесь, по месту мы уже с ним разбирались. У каждого пешего патруля свой маршрут для отработки. Они наизусть сознают каждый двор, улицу, порой издалека видят, скажем так, своего клиента. Захар Сургеневич в рядах патруля второй месяц постигает тонкости милицейских будней. Но за плечами у парня уже и задержание, и помощь гражданам, и банально профилактика среди граждан. Выбор профессии случайным не был. С ранних лет было мечтой служить в милиции. Дядя служит в госавтоинспекции. Это с ранних лет было для меня примером. Задерживали. Распространенная ситуация – это, наверное, распитие алкогольных напитков, мелкое хулиганство, курение, переход дороги в неположенном месте. По службе встречается абсолютно разный контингент, дебоширы, люди в алкогольном опьянении. Но в таких ситуациях приходится находить подход каждому. А это будущий ОМОНовец. Так с улыбкой говорят про малыша в семье Покликуха. Оба родителя в погонах и служат в одном подразделении. Именно милиция три года назад соединила их судьбы и поддерживает молодую семью. В то время, когда Игорь дежурит, Кристине на помощь приходят их сослуживцы. Двухмесячного Рому в патрульке считают своим пополнением. У нас коляска, получается, в подъезд не занесешь. Оставляем в машине. И когда Игорь на работе, и кто-то из сотрудников дома, я могу позвонить, попросить помощи о том, чтобы они достались, собрали коляску из машины, а я потом уже положила малыша. И точно так же, когда идем домой, возвращаемся, я кому-то могу позвонить. Они собирают коляску, машина складывает, и потом уже все, я возвращаюсь так домой. Командиры идут где-то на уступки, ставят выходные. На данный момент получили арендное жилье в новом строящемся микрорайоне благодаря начальнику Лицкого РОВД. На посту и ночью, и днем вся служба на ногах, 8 часов пешего патруля. Особая зона контроля – железнодорожный вокзал. Здесь бдительно несут службу одни из лучших сотрудников. Это, на первый взгляд, кажется простым – ходить себе по перрону, да и только. А на самом деле поезда и в целом вся железная дорога находятся под их неусыпным контролем. У меня есть смарт-часы, всегда по-разному. Самый максимум, что у меня было – 40 тысяч шагов в километрах. Это плюс-минус 30 километров. В основном несут службы в пеших нарядах. Осуществляем охрану общественного порядка как на ЖД вокзале, так и в центре города, на улицах. Охрана озера летом. Ну, все по-разному. Зависит от пары года и от поставленных задач. В этом подразделении всегда есть место подвигу, хотя сами милиционеры свои действия таковыми не считают. И ни одна награда не сравнится с благодарностью людей. Мы помогаем гражданам в любых обстановках. Зимой, все время, когда эти машины злохнут. Снесли службу на первом городском Литском озере. Мы двигались по Мицкевича. К нам обратились граждане. Сказали, что стоит ребенок. Вроде бы пропал. Плакал. Мы подошли, ребенка успокоили. Проводили его на освод. И осводовцы по громкоговорителю объявили, что пропал ребенок. Недолго нам было ждать. Пришла мама, забрала ребенка, поблагодарила. Тушили машину. Из-под капота шел дым. Мы подъехали, остановились. Напарник взял, а не тушитель, выбежал. Водитель этой машины начал открывать капот. Увидели, что идет дым, начали тушить машину. Работа этих людей не бросается в глаза, но очень сложна и ответственна. Обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий – тоже их забота. Здесь служат профессионалы. Надежные, уверенные, принципиальные и ответственные. Они всегда спешат туда, где нужна помощь. Всегда рядом, чтобы защитить, спасти и уберечь от беды. Правоохранители предлагают добровольно сдать оружие. 9 октября в Беларуси стартует основной этап специального комплексного мероприятия «Арсенал». Главная цель акции – противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов. Милиционеры будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, а также выявлять владельцев нелегальных арсеналов. Мероприятия продлятся до 13 октября. В милиции напомнили, что лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности. С начала года в Лицском районе изъято 10 единиц незаконно хранящегося оружия и почти 100 различных боеприпасов. Добровольно было сдано сотрудникам органов внутренних дел 7 единиц и 3 единицы незарегистрированного оружия, а также 55 боеприпасов. Запрещается жителям хранить огнестрельное оружие после смерти лица, состоящего на учете в Лицском районе как лицо, являющееся охотником, а также найденное имущество, которое граждане находят в различных местах, за которое предусмотрена уголовная ответственность. За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. К другим новостям. Агроэкотуризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Живописные пейзажи, благоприятная экология и неповторимый колорит привлекают гостей и в наш регион. В Лицском районе агроэкотуризм направление не новое, оно успешно развивается. Много туристических домиков для отдыхающих находится на территории Лицского района, особенно вблизи рек Неман и Детва. Уютная атмосфера способствует хорошему отдыху и гости с удовольствием возвращаются. 351 указ президента регламентирует от октября 2022 года деятельность агроусадеб. Есть некоторые новшества. Так у нас за последний год была создана комиссия при Лицском исполкоме, которая осуществляла проверку, аккредитацию агроэкотуусадеб на соответствие заявленному бизнесу. В настоящее время у нас работает в Лицском районе 24 агроусадьбы. Естественно, они находятся в живописных местах нашего района. Это по берегам реки Неман, по береги Детва, в дворищах. Практически все сельские советы представлены, то есть география достаточно широкая. Агробизнес успешно развивается. Цель его для того, чтобы поддержать прежде всего сельских жителей, для того, чтобы поддержать инфраструктуру сельскую. И надо сказать, что сейчас продумывается государством шаги по льготному кредитованию агроэкотуусадеб. Поэтому бизнес этот будет в дальнейшем развиваться. И я даже, пользуясь случаем, приглашаю жителей Лицского района из сельской местности, из городской местности. Те, кто желает, могут приходить в отдел спорта и туризма за консультацией. 1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. Традиционно к этой дате в нашем городе проводятся различные мероприятия. Этот год не стал исключением. Накануне праздника лечания золотого возраста были приглашены во Дворец культуры на открытый региональный арт-фестиваль, чтобы осень была золотой. Решить насущные вопросы, встретиться с приятелями, завести новое знакомство и просто отдохнуть душой. Все это об открытом региональном арт-фестивале «Чтобы осень была золотой», организованном в Лиде для людей пожилого возраста. Во Дворец культуры были приглашены представители управления по труду, занятости и социальной защите и управления торговлей и услуг Лидского райисполкома, районных отделов внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, жилищно-коммунального хозяйства, районного территориального центра социального обслуживания населения, нотариальные конторы, автобусного парка, Лидской центральной районной больницы, центральной межрайонной аптеки. Люди золотого возраста шли к представителям служб с вопросами, просьбами, предложениями и благодарностями. В преддверии Дня пожилого человека приятно встретиться со своими бывшими пациентами, узнать новости, получить какую-то информацию не только об их здоровье, но и об их жизни, о их детях. Сегодня было много благодарностей в наш адрес, и мы благодарим, в свою очередь, пожилых людей, которые стараются сохранить свое здоровье. Мы рады, что именно забота о своем здоровье сейчас выходит на первое место для всех людей. Мы очень рады сегодня участвовать на фестивале «Золотой осени», очень рады давать консультацию всем необходимым гражданам, которые к нам сегодня обратились. Сегодня к нам обращались по таким вопросам, как удостоверение завещания, удостоверение договоров купли-продажи, оформление наследственных прав. И кто не получил на сегодняшний день какой-то информации у нас здесь, у кого не получилось обратиться и сюда прийти, мы готовы воспринять у нас на рабочих местах, в нотариальной конторе. У нас их две нотариальные конторы. Нотариальная контора Лицкого района, нотариальная контора номер 2 Лицкого района и нотариальное бюро. Среди поднятых во время встречи вопросов были как личного характера, так и общественно значимые. И это неудивительно, ведь многие из собравшихся на мероприятии до выхода на заслуженный отдых занимали активную жизненную позицию. На пенсии сидеть сложа руки тоже не собираются. Это хорошее дело, потому что сейчас каждый человек, особенно люди моего возраста, имеют возможность подойти спокойно, без всяких тут нервотрепок, ну и задать свой вопрос. Ну, надежде, что на свой вопрос, конечно, получат ответ. Ну, вот я сейчас общалась с представителем Руслан Антонович, он представился из ЖКХ. Тоже вопрос такого плана, который не только меня волнует, но и жителей, которые ходят по дороге от конечной остановки Единички до Родный Кут, там магазин есть. И когда пройдет хороший дождь, а там образуется уже не лужи, а, конечно, Черное море, и когда идут грузовые, особенно грузовые машины, им же тоже там некуда. И из-под колес люди попадают под атаку вот этой черной грязи. Вот так я ему уже задала этот вопрос, он сказал, постараемся учесть это все и как-то помочь людям, чтобы такого вот несчастья не случалось. Хотелось бы, чтобы, конечно, вот такие мероприятия проводились и, ну, находили отлик в наших сердцах. В наших сердцах, это в сердцах тех, кому уже давно за. Мне хочется сказать большое спасибо нашим организаторам этого мероприятия. Мероприятие очень хорошее, очень нужное. Большое спасибо вам, Рыбачук Виктор Леонидович, за это мероприятие, за организацию этого мероприятия. Все было четко организовано, все так, как нужно. Мы проконсультировались все наши, которые пришли наши лакокрасочники, проконсультировались, получили нужную консультацию, получили все, что нужно. И, пользуясь моментом, я хочу поздравить всех наших ветеранов у аула как раз-ка с Днем пожилого человека. Прежде всего, пожелать им здоровья, чтобы все у них слаживалось, чтобы все у них было хорошо, чтобы все было прекрасно. После официальной части – музыкальная. Виновников торжества пригласили на концертную программу, подготовленную работниками Дворца культуры. Среди артистов – в основном люди золотого возраста, что еще раз доказывает – жизнь на пенсии может быть творческой и разнообразной. Раньше молодые были, надо было строиться, детей поднимать. Ну, а теперь у нас уже свободное время появилось на пенсии. Ну, то, что душа куда стремилась, туда и я люблю петь, танцевать. Ну, вот, обосновалось в Доме культуры, мне нравятся наши руководители. Ну, хор «Майский озорь» хожу, «Мусальянс». В Суквете у нас такое есть объединение поэтов и прозаиков. Долголетие клуб в соцзащите. Разные конкурсы, концерты, мероприятия проводим. Вот ездили, буквально ездили в середу, в 25 числа, в Воронова. Близь Беларусь – это мы. Нам вопросы надо было отвечать. Шесть в район он был. Ну, у нас в том числе мы первое место заняли, не посрамили виду нашу. В том, что когда немного «за», жизнь все так же бьет ключом, уверены супруги Константин и Янина Янчевские. Рука об руку семейная пара идет уже 53 года. Константин Михайлович и Янина Петровна воспитали сына и дочь. Помогают растить внуков и правнуков. Спустя более чем полвека они все так же нежно смотрят друг на друга и держатся за руки. Секретами счастливой семейной жизни супруги Янчевские поделились с собравшимися в зале Дворца культуры. Я думаю, мы живем по народной мудрости. А это любовь, верность, уважение и помощь. И когда соблюдать все это, то, конечно, в семье будет счастье. Мы счастливы. Я люблю своего мужа. Надо любить друг друга и радоваться жизни, слушаться, уважать один одного. Три года тому назад мы отметили золотую свадьбу. У нас все хорошо. У нас двое детей, пятеро внуков, трое правнуков. Помимо концертной программы для людей пожилого возраста во Дворце культуры были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и бал золотого возраста. Сегодня в Лиде-Илицком районе более 35 тысяч пенсионеров. Из них около 8,5 тысяч в возрасте от 70 до 79 лет. Почти 4 тысячи – старше 80 лет. 563 человека – старше 90 лет. И 12 жителей региона перешагнули столетний рубеж. В Беларуси создана масштабная система социальной защиты пожилых людей. Она включает предоставление различных льгот и гарантий, повышение пенсий, социальное обслуживание и помощь на дому. Это люди, которые прожили очень сложную жизнь, имеют огромнейший колоссальный жизненный опыт и стараются передать этот опыт именно нам, молодым, для того, чтобы мы могли создавать свою жизнь, жизнь своих детей. Мы будем делать все для того, чтобы жизнь наших пожилых граждан была действительно на очень достойном уровне. Это люди, которые заслужили достойную и благоприятную жизнь. Года не беда, коль душа молода. В этом убеждены жители Литчины, побывавшие на открытом региональном арт-фестивале, чтобы осень была золотой. Пока они будут активны, жизнерадостны, любознательны и позитивны, старость им не страшна. «Некогда стареть» – девиз личан золотого возраста, которые присоединились ко второму республиканскому марафону по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» для людей старшего возраста. В Лиде спортивное мероприятие было организовано в парковой зоне Кургана Бессмертия на лыжероллерной трассе. Об участниках и результатах расскажет наш корреспондент. Марафон в нашем городе проводится не первый год и собирает любителей скандинавской ходьбы, для которых это не только соревнования, но и общение и новое знакомство. Организатором марафона выступает Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения совместно с отделом спорта и туризма Лидского райисполкома. Город Лида принял участие в республиканском марафоне по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» для граждан старшего возраста, приуроченной ко дню пожилых людей, которую наша страна отмечает 1 октября. Граждане пожилого возраста, получатели социальных уступов территориального центра социального обслуживания населения города Лиды приняли активное участие в данном марафоне и завоевали призовые места, тем самым показали свой шаг к активному долголетию. На старт вышли участники в возрасте 60+. Судейство осуществляли учащиеся и тренеры Лидского филиала Гродненского училища Олимпийского резерва. Оценивали скорость и качество ходьбы. Среди женщин победу одержала Мария Баош, участница клуба «Активное долголетие», которая преодолела 1200 метров за 10 минут 6 секунд. В прошлом банковский работник 35 лет своей жизни посвятила профессии и сегодня активная целеустремленная женщина. Говорит, теперь время появилось и на скандинавскую ходьбу, и на плаванье, на акваэробику и на танцы. Пришла в активный отдых только тогда, когда попала в активное долголетие. В скандинавской ходьбе я однажды училась, может быть, года 3-4 тому назад и больше не занималась. А сегодня это был риск. И, как видите, он дал свои результаты. Среди мужчин лучший результат показал Александр Ихелис, также участник клуба «Активное долголетие», который преодолел 1200 метров за 10 минут 2 секунды. В марафоне Александр Яковлевич участвует впервые, но активный образ жизни вел всегда. В прошлом альпинист, скалолаз, работал в спортивно-техническом клубе «Лакокраски». Чудесный день, отличное судейство, великолепное обслуживание. Хотелось бы, чтобы зимой, а зима будет мягкая. Это повторили, и был бы действительно марафон по городу. Без наград не остались и остальные участники марафона по скандинавской ходьбе. Под девизом «Некогда стареть» представители золотого возраста сделали очередной шаг к долголетию. Подписной период на Лицкую газету продолжается. Те, кто не успел оформить подписку на районное издание на четвертый квартал 2023 года, могут сделать это до конца текущей недели. Оформить ее можно в почтовом отделении или у своего почтальона. Лицкая газета – это всегда эксклюзивная и актуальная информация о жизни города и региона. Главными темами публикации на страницах газеты становятся ответы на волнующие личан вопросы. Кроме того, в издании читатели ждут эксклюзивные материалы, которые недоступны на интернет-платформах. Выходит Лицкая газета два раза в неделю по средам и субботам. В последнее время нередко приходится слышать вопрос, зачем мне выписывать газету, если я всю необходимую информацию могу найти в интернете. Давайте порассуждаем. Альтернативы региональным газетам, а Лицкая газета относится к региональным изданиям, найти достаточно сложно. По той степени наполняемости страниц разнообразной информации, по ее актуальности, востребованности. Наша газета имеет девиз. Газета для людей и про людей. Наши журналисты работают для того, чтобы слышать жителей нашего региона и все их желания, все их проблемы выносить на страницы газеты для того, чтобы обсуждать эти вопросы, которые беспокоят людей, рассказывать о наших достижениях. Но это только один из моментов. Есть еще другой. Найти информацию, которая касается нашего региона в интернете, конечно, несложно. Но только определенную информацию в газете, концентрация всей необходимой информации для того, чтобы быть в курсе событий, которые происходят в Лицком районе. И я даже скажу больше, что не вся информация, которая печатается в Лицкой газете, есть в сети интернет, даже на сайте нашей газеты и других. Например, наши читатели, получив последний номер Лицкой газеты, который вышел в минувшую субботу, узнали о таком факте. Столетняя жительница нашего района, которая проживает в микрорайоне Молодежный, отметила свой юбилей, 100-летний юбилей, 1 октября. Она поделилась своими размышлениями о том, что нужно делать для того, чтобы и в таких солидных годах оставаться в ясной памяти и с позитивным отношением к жизни. Я думаю, что жители нашего района сделают правильный выбор, если станут нашими читателями. Мы работаем для людей. На этом наш выпуск завершен. До встречи завтра на ЛИДА-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова